Меня слышно? Можно чуть-чуть погромче сделать? Хорошо, что у нас появились также служения по средам. Добрый день, если появилось служение по средам. Потому что мы можем там дополнительно задавать вопросы, получать ответы. И пастыр, проповедники, молитвенники могут слышать, что актуально сейчас для церкви, за что молиться. Там можем задавать дополнительные вопросы, и пастыр эти проповедники могут виждать, как вода работает. О чем проповедовать? Поэтому в среду прозвучал такой вопрос, что есть церковь, что есть вера, такие вопросы. И в среду чухли вопросы, какова церковь это и какова вера это? Я молился за это, и Господь дал такое слово. Я се молих за това, и Бог ми е дал одно слово. Которое сегодня звучит такая тема, что есть истина. Което днес звучит като тема, что е истината. Что е истина. Какво е истината. Давайте мы откроем первое место. Нека утворим первое место. И оно написано в Евангелие от Иоанна. То е написано в Иоанн от Иоанна. Глава от Иоанн. Евангелие от Иоанна. 14 глава. 14 глава. С первого стиха. Вот первый стих. Я просто начну читать. На проекторе можно смотреть на болгарском языке. Аж ты започнен дочит. Можем на проекторе доведите на болгарский язык. И сколько Господь откроет. И как вот его творит Господь. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Это слова Иисуса Христа. Иисус Христос-то говорит. Вас задумайте на Иисус Христос. То и такое говорим. Наш Господь и наш Бог. Наш Господь и Бог. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Фома сказал ему. Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Иисус сказал ему. Я есен путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это очень такое громкое заявление. Правда, да? Това е много силно заявление, нали? Кто может так вот смело сказать о себе? Кой может толкова смело да каже за себе си? Что только через него лежит путь к Богу. Что только через него лежит путь к Богу. И что само через него лежит путь к Царството Небеса. Кто может так сказать? Кой может да го кажа? Только Сын Божий. Само Божият Син. Только Мессия спаситель этого мира. Само Мессията и спасителя на този свят. Иисус заявил о себе, что Он есть путь, Он есть истина и Он есть жизнь. Иисус заявляла за себе си, че Той пътят истината и животат. Аминь. Аминь. Седьмого стиха. От семи стиха. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И отныне знаете его, видели его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам отца, и довольна для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Смотрите, вот этот стих говорит о том, что слова Иисуса Христа и его дела не отрывны. Тот здесь стих не показывает, че думайте на Иисус Христос, и дела тому с выразами, не с раскрысами. Потому что он говорит слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам. Потому что дела Иисуса Христа были невероятны. Делата на Иисус Христос бяха невероятны. Никто не мог так творить. Никой не могал да твори като него. В таком объеме, в таком количестве. Каждый день чудеса. Всеки ден се случвали чудеса. Каждый день невероятны исцеления. И всеки ден се случвали невероятни исцеления. Парализованные отраждения вставали. Парализованные отраждения са ставали. Слепие отраждения прозревали. Слепите отраждения са провиждали. Глухие отраждения начинали слышать. Даже сегодня, несмотря на достижение современных технологий, медицины, врачи не могут и по середине, спустя двух тысяч лет, восстановить мертвый зрительный нерв. Если ребенок родился слепой, с мертвым зрительным нервом, он обречен всю жизнь быть слепым. Если ребенок родился глухим, он обречен жить глухим человеком. Но Иисус исцелял таких людей. Аминь или не аминь. Кто может это делать? Только Бог может это делать. Само Бог. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что Я к Отцу моему иду. Вы знаете, эта мысль Иисуса Христа говорит о том, что желание Иисуса было, чтобы не только Он в Отце и Отец в Нем, но и мы в них. Аминь или не аминь. Тази мысль на Иисус Христос говорит за то, что Той имал желание не само Той да е в Отеца и Отеца в Него, но и не да сме в Тях. Иисус желает Его воля, чтобы мы были, чтобы мы обитали в Нем и в Отце Его. Воля-то на Иисус Христос и не да убитаем Его в Него. 14 стиха. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит Меня. А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Скажи так, Я в Отце. Я во Христе Иисусе. И Иисус Христос живет в моем сердце. Это правда Евангелие. Вы верите в это? Тот, кто в нас больше, тот, кто в этом мире. Если двое или трое соберутся во имя Иисуса Христа, Иисус Христос уже написано посреди нас. И ако двое или трое соберутся заедно в имя Иисус Христос, Пишет, что Иисус Христос е среди нас. Посреди нашего сердца. Среди наше сердце. В наше сердце. Двадцатого стиха. Иуда неискариот говорит ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить себя нам, а не миру? Вопрос такой. Господи, почему Ты хочешь себя явить нам? Вопрос последний. Господи, за что, по коя причина, что явишь себе си на нас? Своим последователям, а не всему миру. Иисус сказал ему в ответ, Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня, не соблюдай Слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но послышу о Меня. Мир не любит Иисус Христа, и поэтому и не исполняет Его Слово. Иисус приходит только тем, кто поклоняется, кто ищет Его, кто поклоняется Ему в Духе и в Истине. Идва само при Леонезе, които се поклонят, които го търсят в Духа и в Истината. 26 стиха. Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во Имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам не так, как мир дает. Я даю вам. Иисус Христос дает совершенный мир. Аминь. Этот мир не может дать нам такой мир. Иисус Христос не давал совершенный мир, което, то здесь свят не может и не даде. Да не смущается сердце ваше и не доустрашается. Вы слышали, что Я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, иду к Отцу. Ибо Отец Мой боле меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорит с вами, ибо идёт князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Можете ли днес да кажете, че иди князът на този свят, обаче няма нищо в мене? И вы знаете, истина от церкви, церковь есть тело Иисуса Христа. Истината на церквата е, че церквата е цялото на Иисус Христос. Если в Иисус Христе нет ничего от дьявола, и ако в Иисус Христос няма нищо от дьявола, то и в нас ничего не должно быть от дьявола. Значи в нас не трябва да има нещо от дьявола. Скажите Амин. Потому что мы вышли из власти дьявола. Мы вышли из власти этого мира. Мы вышли из-под власти греха. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдём отсюда. Вот этот последний стих, он такой немножко непростой. И този последний стих не е многолесен. Иисус Христос как бы доказательно говорит, чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте и пойдём. Куда пошли ученики Иисус Христа во главе с Иисусом? За къде са тръгнали учениците с главата Иисус Христос? Те са утишли някъде, където Отец им е заповедал да изпълнят волята Му. Иисус Христос не е искал това да се случва. Той казва, Боже, нека ме надмини тази чаш. Он знал, что ждёт Его на Голгофе. Но потом Иисус Христос говорит, но впрочем не моя воля, но Твоя да будет. Но вопреки това Той казва, не моя воля, но Твоя да будет. Скажи Аминь. И знаете, сегодня я хотел бы поразмышлять над вот этим стихом. И знаете ли, днес искам да си помислим над този стих, где Иисус Христос громко заявляет, что Он ест путь и истина и жизнь. Където Иисус Христос ясно заявляет, че Той е пътят истината и живота. Итак, первое, Иисус Христос есть путь. Что такое путь? Совсем недавно мне Бог это открыл. Бог не есть цель. Иисус Христос не есть цель. Иисус не есть то, чего мы должны бесконечно в течение всей своей жизни достигать. И Он б оставался недосягаемым. Можем ли мы своими силами достичь Можем ли со своей силы достигнем абсолютно святости Иисус Христос? Можем ли мы достичь Его абсолютного совершенства? Это невозможно. Да и невозможно. Именно поэтому Иисус Христос есть не цель. И точно за это Иисус Христос не е целта. Он есть путь. Что значит путь? Какво значит путь? Путь означает, что Иисус Христос всегда с нами. Он мой путь. То есть мой путь. Слово его... Слово его написано, есть светильник, который освещает путь мой. Все от Него, все к Нему, все им написано, движется и существует. Знаете, вот есть хорошая поговорка, дорогу осилит идущие. Мы идем, вот сегодня очень хороший псалом такой прозвучал. Идем чем? Веры. Ние вървим чрез какво? Чрез вярата. Живем чем? И живеем чрез какво? Веры. Живеем с вярата. Мы идем по пути. Живеем по пути. И мы идем по тому, что мы уповаем на Иисус Христа. И ние вървим заради това, че уповаваме на Иисус Христос. Мы идем по этому пути, который открыл нам Господь. Ние вървим по онзи път, който Господь не отворил. И Давид вървим, он ведет меня за право руку мою. И Давид казва, че Той ме води за дясната ми ръка. И Той ми дава разум, мудрост, любов, способността да обичам, за да вървя по този път. Можете ли да кажете амин? Давайте мы это запомним. Иисус, Он не только моя цель. И нека го запомним. Иисус не е само моята цель. Конечно, Иисус Христос является целью. Разбира се, Иисус Христос се явява цель. Но без Иисуса Христа мы эти цели никогда не достигнем. Но без Иисус Христос няма как да достигнем тази цели. Иисус нам и помогает идти и достигать этой цели. Он дает нам Свою благодать. Иван Глиат Иоанна говорит в первой же главе, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И в посланието от Иоанн, първата глава, пишет, че благодать и истина Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Произлизат чрез Иисус Христос. Иисус принес нам благодать. Иисус Христос не донесе благодата. Невероятна сила. Невероятна сила. За да изпълним най-невероятните заповеди. Заповеди любви. Заповеди на любовта. Тези заповеди са две. Любить Господа Бога всем сердцем. Да обичам Бога с цялото си сърце. И любить ближнего си как самого себя. И да обичам ближнее си колкото себе си. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Иоанна, 18 глава. Здесь я хочу напомнить, я не буду читать все. Просто хочу напомнить кое-что. Один эпизод из жизни Иисуса Христа. Из жизни Пилата. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 28 стих. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию. Кто не вошли, фарисеи не вошли. Чтобы не оскверниться. Но чтобы можно было есть Пасху. Смотрите, фарисеи, какие были, такие, знаете, религиозные люди. Несмотря на то, что они находились во власти греха. И в этом обличает их сам Господь. Господь Иисус Христос. Они старались тщательно исполнять все религиозные такие обряды и ритуалы. Не прикасаться. И для них было осквернением даже в приторию войти. Это была не чистота для них. И при этом сами они находились во власти греха. 29 стих. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы, и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давай разуметь, какой смертью он умрет. Вы можете здесь посмотреть параллельное место. Матфея 20 глава 19 стих. Где Иисус Христос пророчествовал о своей смерти, о том, что он будет предан язычникам. Когда Иисус Христос пророчествовал за свою смерть, что они будут мучить его, они его распнут, но на третий день он воскреснет. И это начало сбываться. В этом эпизоде. 33 стих. Тогда Пилат опять вошел в приторию, призвал Иисуса и сказал ему, ты царь иудейский. Иисус отвечал ему, а тебя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Вы знаете, на самом деле, вот так разговаривать с проконсулом, с представителем власти, который владел всей вот этой территорией иудеи, но... Пилат мог бы воспринять это как очень большую дерзость. Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, царство ему не от мира сего. Если бы от мира сего было царство ему, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Давайте мы это запомним. Всякий, кто от истины, слушает голоса Иисуса Христа. Кто не от истины, тот не будет слушать Иисус Христа. И кто не от истины, то няма да слушает Иисус Христа. На что Пилат ему сказал? Что есть истина? И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычаи, чтобы я одному отпускал вам на Пасху. Хотите ли я отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараво. Вараво же был разбойник. Аминь. Аминь. И знаете, вот уникальный вопрос. И знаете ли, уникальный вопрос тут. Задал Пилат. Эпитал Пилат. Но он задал это не Иисус Христу. Бачитой него задаван Иисус Христос. Что это за вопрос такой? Какой это за вопрос? А что есть истина? Коя истина-то? На самом деле, это и из древней эллинское, я бы так сказал, выражение. Това всущность древно-эллинский, древен-эллинский израз. Пилат был очень образованным человеком. Пилат был многообразован человек. Римляне, эллины, греки того времени задавали такой вопрос. А что есть истина? Вы знаете, и по сей день ученые между собой говорят, а где она, истина? Самый выдающийся ученый всех времен и народов, Альберт Эйнштейн своей теорией относительности доказал, и его выражение говорило так. Все, все относительно. Нету ничего такого идеального, на что можно было ориентироваться. Но это мировоззрение этого мира. Истина говорила о том, что истина стояла перед Пилатом в этот момент. Абсолютная истина стояла перед Пилатом. Но Пилат не узнал. Но вы знаете, что значит стоять перед Иисусом? Вот Пилат думал о себе очень много. И он думал, что это за оборвание с такой, что может задавать мне такие вопросы? Но по мере того, как он начал разговаривать с Иисусом Христом, на него пришел страх Господень. В другом Евангелии написано, что жена Пилата пришла к нему. И в одно другое место в Евангелието пишет, что жена му е дошла при Пилат. И со страхом сказала ему о том, что этот человек снился мне. И со страх му е казала, что аз ссунувах този человек. Нам надлежит за него много пострадать. Отпусти его на свободу. И заради него много ще страдаме. По-добре го пусни на свобода. И вы знаете, в моей жизни был такой эпизод перед покаянием, когда я лично, персонально, ну, когда я пришел в церковь, и знаете ли, в мой живот е имало подобен момент преди моето покаяние, когато съм дошел в церковь. Аз наскоро ви разказвах за тази случка. Аз търсих живее Иисус Христос. Искал в католическа церковь, в православна, в литеранска церковь. Аз го търсих в католическа, православна, литеранска церковь. В различни протестантски церкви. Но когда я пришел в одну церковь, я пережил, что я пришел домой. И я всей своей сущностью пережил, что здесь Иисус Христос. Тот Иисус, которого я искал. И знаете, когда я встретил Иисуса, все мои грехи они обнаружились. И тайные, скрытие, явные грехи скрылись. Я вдруг пережил, что от Иисуса ничего не скроешь. И мне стало и стыдно, и страшно. И когда пастор призывал к покаянию, я побежал туда вперед. И просто рухнул перед Иисусом Христом. И произошло мое такое покаяние. И се случи моето първо покаяние. Жизнь моя кардинальным образом изменилась. Животът ми абсолютно се промени. Вы знаете, Пилат смотрел в глаза Иисуса Христа. И Пилат гледал в очите на Иисус Христос. Он стоял перед истиной. То есть стоял, беше исправен пред истината. Я не верю, что это не произвело на него никакого воздействия. И Писание нам косвенно говорит о том, что это человек, что сделал. И Писанието ни казва, че този човек какво е направил. Он вышел к увидим и сказал, я никакой вины не нахожу в нем. Той излязал пред идеите и казал, аз не намирам никаква вина в този човек. Чуть-чуть позже он говорит, давайте я вам отпущу этого человека. И малко по-късно Той казва, нека пусна този човек. Он искренно хотел освободить Иисус Христа. Той искренно искал да освободи Иисус Христос. Но иудеи, что начали кричать? Обаче иудеи, какво започнали да викат? Отпусти на варава. Пусни варава. И в других евангелиях написано, убей его, распни его. И в других евангелиях пише, убий го, распъни го. Это так или не так? Така ли е. Это вторая тема моя, что есть истина. Первое, Иисус есть путь. Второе, Иисус есть истина. Иисус есть абсолютная истина. Вы знаете, мир пытается внушить, что нет на сегодняшний день какого-то эталона. Но сегодня я хочу дать определение церкви или верующего человека, христианина. Христианин это тот, кто верит в то, что Иисус Христос есть абсолютный Господь и абсолютный Бог. Христианин это человек, который верит, что Иисус Христос есть абсолютный Господь и абсолютный Бог. Это то, что написано в Евангелии, в первом послании от Иоанна. И это нечто, которое пишет в первое послание от Иоанна. И мы чуть позже это откроем, но я наперед забегая скажу, что там написано, что Иисус Христос есть истинный Господь и истинный Бог. И смотрите, некоторые динаминации уже переписали Библию. Ну, к примеру, свидетели Игова уже имеют свой перевод. И в их Евангелии нигде не написано, что Иисус Христос есть Бог. Они не принимают Иисус Христос за истину. И это все, это конец. И это уже не христиане. Понимаете, о чем я говорю? Потому что если убрать эталон, если у христианина или у церкви, целой церкви забрать идеал, если у христианина или у целой церкви примахнем идеал, истину, то церкви больше не на что ориентироваться. Наша мораль, христианская мораль теряет основу. Наш это морал, христианская мораль губит свою основу. Но насколько надо быть утвержденным о том, что есть каноническая Библия, есть найдены в раскопках пергаменты и оригинальные свитки, которые написаны учениками, последователями Иисуса Христа на древнегреческом языке, не так давно на Кургане нашли еще одни пергаменты и еще одни свитки. И сегодня мы можем читать оригиналы на древнегреческом языке на древнегрецкий язык в переводе на современный язык с превод на современный язык в перевод на славянский язык и на другие языки и нам не нужно сомневаться. И ние не треба да се сомняваме. В этих оригиналах написано что Иисус Христос есть путь и истина и жизнь и живота. Аллилуйя. И вы знаете, Иисус есть абсолютный эталон морали. Его слова говорят о том, что Он никогда не ошибался. Неговите думи говорят за то, что Он никогда не ошибался. И Иисус очень хорошее выражение что правд на этой земле очень много. У каждого человека своя правда. У каждого человека есть своя справедливость. Я был в мусульманских странах. Аз съм был в мусульманските страни. И там очень жестка мусульманская справедливость, царит. И там И там има много жестока мусульманска справедливость. Например, за то, что человек украл. Например, за то, что человек украл. И могут тут же отрубить его руки. И это сегодня, это в современном мире. И там вам скажут, это справедливо. Он украл и был пойман за руку. И по шариату мы должны отрубить ему руки. Потому что в нашей стране это узаконено. Совсем недавно я читал о том, что если мужу не понравилась его жена. В мусульманской стране. Я поправлю в радикальной исламской державе. Муж имеет полное право убить свою жену своими руками. И это происходит сейчас. И това се случва днес. В современном мире. И это считается справедливым. Слава Богу, что мы живем в несправедливом христианском мире. Судит ли Бог по справедливости? Если бы Бог судил по справедливости, нас с вами бы никого уже не было в живых. Ако Бог беши судил спорить справедливости, не и не ваше да сме живи. Как Бог судит? Как суди Господь? Иисус Христос не пришел в этот мир, чтобы написано судить этот мир. Пишет, что Иисус Христос не и душил в този свят за да суди. Помните это место? Он пришел в этот мир, чтобы спасти его. И милость его превозносится над судом. Милость Иисуса превозносится над всяким судом. Он пришел, чтобы нас помиловать. И покрыть невероятной любовью. Его кровь омыла нас от всякого греха. И что написано? Бог свою любовь доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. По справедливости мы все должны быть уничтожены. Но по милости Божьей мы все живы. И мы все спасены. Вот это и есть истина. Хорошая истина для нас. Хобова ли истина за нас? Это прекрасная истина. Поэтому мы не будем стремиться к справедливости. Няма да се стремим к справедливости. Давайте мы запомним каков у нас отец. Нека запомним каков отец имаме. Наш отец все милосердный. Нашият отец е все милосерден. Много милостив. И долго терпелив. И долго терпелив. И наш отец ожидает, что и дети у него будут такие. И наши отец очаква от нас, от децата му, и ние сме такими. И мы дети его. И ние сме негови деца. Все милосердни. Мы должны быть призваны к тому, чтобы быть много милостивыми. Ние сме призвани да сме много милостиви. И не просто терпеть друг друга. И не само да се терпим. А долго терпеть. А да се дълго терпим. Можете сказать на это Аминь? Можете ли да кажете Аминь? Вот это дети отца. Това са децата на отец. Такие дети у небесного отца. Такива деца има отец. Может не всякий ребенок знает да это, но я на это поставлю, чтобы сообщить вам. И не всяко дите знае за това, обаче аз съм поставен тук, за да ви сообщя. О том, что если у нас такой отец. Че в том си имаме такъв отец. То и дети у него такие. Все милосердные. Много милостиви. И долго терпеливи. Аллилуйя. Перейдем к третья часть. Что есть третья часть? Исус Христос е жизнь. Давайте мы откроем это место. И оно написано в первом послании от Иоанна. И го пишем в первото послание от Иоанн. Пятая глава с восемнадцатого стиха. Пятая глава, восемнадцатый стих. И смотрите, что апостолу любви пишет. И вижте, как его пишет апостолу на любовь та. Мы знаем, что всякий рожден от Бога не грешит. Но рожден от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного. И да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Вот в этом месте написано о том, что Иисус Христос есть истинный Бог. И что Иисус не просто жизнь. И что Иисус Христос не есть само живот. А жизнь вечная. Кто помнит Евангелие от Иоанна 3.16? Библия в миниатюре. Там тоже заключен ответ. Бог так сильно возлюбил этот мир. Бог толково и возлюбил света. Что отдал Сына Свою Единородного. Дабы всякие. Написано всякие. Скажи всякие. Чтобы всякие верующие в Него не погиб. Но имел жизнь какую? Вечную. Знаете, сколько людей, сколько ученых сегодня бьются на тем, чтобы открыть эликсир бессмертия? Вникают, внедряются в генетику. Те вникват в генетиката. И уже вот-вот, вроде бы как что-то нащупали. И вече уж намират нечто. Но знаете, никогда не найдут. Но знаете ли, те никуда няма да намерят. А мы, христиане, что-то знаем. А ние, христианите, знаем нечто. Че вечная жизнь, она в ком-то са крыта. Че вечния живот е заключен в някого. И если мы пребываем в нем. И что мы не знаем в него. То эта вечная жизнь, она в нас. Значит, че вечния живот се намира в нас. Можешь уверенно сказать на это Амин? Можете ли със сигурност да кажете Амин? Последнее место сегодня хочу открыть. И последнее место, которое искам да отворя днес. И оно написано в «Послание к римлянам». Послание к римлянам. Шестая глава. Шестая глава. С четырнадцатого стиха. Но прежде чем прочитать. От четырнадцати стих. У бачи предидовы прочитаем. Я хочу немножко пояснить, почему сегодня я акцент ставлю на этом. Из камал года разъясню, за что поставим акцент върху това нещо. Бих искал да докосна святостта. Дали се нуждаем от святостта? Най-непопулярна тема днес за церквата. Никой не иска да чува за това. О, святост. За какво говорите изобщо? Свети хора. Ко е свят днес изобщо? Нету святых людей. Няма святих хора. Но вы знаете, вот апостол Павел восклицает. Но знаете ли, апостол Павел казва, если Христос не воскрес, ако Иисус Христос не воскреснал, то мы несчастни всех человеков. Значи сме по-нештастни от всички човеки. Самые несчастные люди. Най-нештастните хора. Мы еще во грехах наших. Не сме все още в нашите грехове. Если мы не верим, то, что кровь Иисус Христа нас очищает от всякого греха, и более того, дает нам свободу от греха, дает нам власть жить праведной жизнью, если мы в этом не верим, тогда Иисус Христос не воскрес. Он просто только умер за грехи наши. И не воскрес в наше оправдание. И нет никакой силы, чтобы нам жить свято и праведной жизнью. Так ли это? Слава Богу, из тех верующих, которые верят в то, что можно жить праведной жизнью. Я даже, наоборот, с ужасом смотрю на христиан, которые не могут. А если честно сказать, не хотят. Жить чистой, праведной, целомудренной жизнью. Но смотрите, что говорит Писание. Римляна 6 глава 14 стиха. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Смотрите, как четко написано. Многие сегодня трактуют это место, извращают его. Мы под благодатью делаем, что хотим. Хотим, грешим, что хотим, то и делаем. Потому что благодать на мне. Но это место говорит об обратном. Грех не должен над нами господствовать, ибо мы не под законом, мы под благодатью. Благодать нам дает возможность не грешить. Слышите меня? Аллилуйя. Не грешить, жить праведной жизнью. Иначе Христос напрасно умер. Но Он не напрасно умер. И не напрасно, конечно же, воскрес. Он дал нам праведную жизнь. Во Христе Иисусе. Смотрите, что дальше. Апостол Павел пише. Някои верующие хора трактуют това место по совсем различен начин. Те казват, что мы можем под благодать, мы можем сделать какого-то си искать. Но это место говорит обратное, что мы не можем сделать грех, потому что мы наберем под благодать. И смотрите, что дальше. Какое пишет на татак? 15 стих. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом и под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания к праведности? Благодарению Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Аллилуйя. Освободение от греха станах тех слуги направдата. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконны, так ныне, представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Смотрите, те люди, которые являются рабами греха, они свободны от праведности. Им не хочется жить в какой-то праведной жизни. Понятие святости для них чуждое. 21 стих. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Бога, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Конец жизни вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. И смотрите. Последний момент Иисус есть жизнь. И не просто жизнь, а вечная жизнь во Христе Иисусе. У меня есть короткое свидетельство. Я самому кратко свидетельству. Иисус – это мой путь. Иисус – это мой путь. Это мой личный путь. Твое личное путь. Ради Него я от всего отказался. Из-за рода Него, а с я отказал хоть всичку. Иисус – это моя истина. Иисус – это моя истина. Мой личный эталон. Мой личный эталон. Для меня каждое слово, сказанное Иисусом, Это абсолютная истина. Я абсолютно Ему доверяю. Все то, что Иисус Христос сказал когда-либо, вплоть до запятой написано. Это все исполнится. Это да и аминь. Иисус – это моя личная вечная жизнь. Иисус – это мой личный живот. Знаете, я вспомняю всю свою христианскую жизнь с 91-го года. Аз вспомним целия си христианский живот от 91-го года. И я могу так вспомнить, что самые мои лучшие переживания Испомняйки си, аз мога с сигурност да кажу, че най-силните ми переживявания на целия ми живот они связаны только с Иисусом Христом. Те са свързани само с Иисус Христос. Потому что Иисус Христос дал мне прекрасную жену. Написано «Благословенная жена – подарок от Господа». То есть Иисус подарил мне супругу. Это подарок от Него. Это большое благословение. Мы познакомились с церкви. У нас была первая свадьба в церкви. И тази свадьба била уникална. На всех людей даже не хватило стулев. И не было столько стулев. И нямаше толкова маси. И все рассели просто на полу. И все люди, которые там были, их было много, мы сели все на пол. И всички онлази хора, които имаше, те са били много. Те просто седнаха на полу. И никто не думал, мы даже не заказывали, не делали каких-то крупных заказов, там что-то, еда, торты, какие-то, торты. И никто не си мислил за храна, они даже не смеют правили някакви поручки, не смеют поручвали торт и хранин. Кто что принес? Което каквото и донесло. У нас был первый день, мы были на свадьбе, у нас была свадьба для родственников. А в воскресенье день это была свадьба для церкви, христианская свадьба. И вы знаете, эта свадьба, она была невероятная. Мы праздновали весь день. Весь день звучали песни. Весь день звучали молитвы. И это было невероятно общение. И забыть такое невозможно. И няма как да се забрави това. Потом у нас через какое-то время родились прекрасные дети. След някакого времени родиха прекрасные деца. Сын родился. Дочь потом родилась. И мы жили в бедном районе, в Пришахтинске. В однокомнатной квартире. В едностайен апартамент. И зимой было там очень холодно. И зимата беше много студено. И у нас реально, я об этом рассказывал, что иногда в хлебнице оставался кусочек хлеба. И аз вече ви рассказывал, что понякога не оставаше едно парченце хлеб. Но я вспоминаю об этом периоде, как о самом счастливом периоде. Но си вспомням този период, като най-щастливия ми период. Потому что у нас тогда было очень много Иисуса Христа. Защото тогава имахме много Иисуса Христос. Это было просто невероятно служение тогда. И то беше невероятно служение. Практически каждодневные встречи с христианами, с другими. Всеки ден имахме срещи с христиани. Межцерковные встречи. Ночи, бдения, бесконечные посты, молитвы. День и нощ имахме пост, молитва. И просто се къпихме в тази благодат. Я как-то от одного офицера услышал такое выражение. Он вспоминает свою жизнь. То есть вспомни живота си. Ну, вспомни то есть что. Имам как вода си вспомни. Да только вот детям рассказать нечего. Обаче нямам как вода расскажена лицато си. За спиной куча обманутых женщин. За горбом ногу излагани жени. И бесконечные разбитые бутылки. И бескрайно много щупени бутылки. Алкоголь, наркотики. Алкохол, наркотици. Бандитизм и блуд. Одно какое-то сплошное вот такое черное что-то. Само непрекъснато черно нещо. Я могу сказать о том, что только Иисус Христос дает нам настоящий свет. Я смогу да кажу, че само Иисус Христос не дава истинската светлина. Моя жизнь это Му подтверждение. И мой живот это подтверждение на Това. Только во Христе моя жизнь ожила, воскресла. Само Иисус Христос мое живот и воскреснул. Что такое церковь для меня? Какое церковь-то за мен? Я не представляю свою жизнь без церкви. А с не си представим живота без церкви-то? Я не могу себе даже представить, что я встал утром в воскресенье. И даже не могу себе представить, что встал в неделю сутринь. И, Наташа, поехали куда-нибудь, да, на все рукой махнем и просто... И да кажем, да махнем на всичку с рака и да кажем, айде, Наталья, заминава мне. Для меня воскресное служение это что-то святое. За мен неделното служение е нещо много свято. Ако съм в друг город, я в воскресенье автоматически начинаю искать церковь. В неделя аз автоматически започвам да търся церква. Я нахожу эту церковь. Аз намирам церквата. Нахожу живую церковь. Намирам една жива церква. Нахожу живых проповедников. Намирам живи проповедници. Живи благословени пастыри. Живи благословени пастори. И мы общаемся друг с другом. Ние се общуваме с тях. Сейчас у меня очень много людей по всему миру. И сега аз имам много хора. Приятели по цел свят. Пастыри, евангелисти, апостоли. И во многих этих городах, церквях я проповедую. И в много от тези городове аз проповедвам. И они рады меня видеть. И те винаги се радват да ме видят. И я рад их видеть в наша церковь. И аз се радом да ги видя в нашата церковь. И затова през леттото в нашата церковь винаги имаме много гости. Но это лето исключение. Но что-то Господь для нас все равно готовит. Въпреки това Господь подготвя нещо за нас. Защото скоро ще дойде при нас една пророческа команда. И ще провежда семинар. Пусть Бог благословит. Я уже иду к концу. И вече приключвам. Тема моей проповеди сегодня. Темата на моята проповеди днес. Что е истина. Что е истина. Очень опасное движение сегодня возникает в мире. Днес в нашия свят се слушала едно опасно движение. И това движение говорит о том, что истинная церковь на сегодняшний день не существует. И това движение говори за това, че днес не существует истинска церковь. Если вас спросят, вот там нас с Лимница 48 собирается церковь с двух часов одна. Что мы услышим в ответ? Это какая-то секта. Это что-то вообще непонятно что. К церкви это не имеет никакого отношения. Няма никакого отношения к церкви. Почему так выгодно думать? Почему выгодно думать, что пастор это не пастор вовсе? Апостолы это не апостолы. Евангелисти это не евангелисти. Истината не существует. Потому что если человек в это поверил, На него появляется очень хорошее оправдание. Оправдание за греховния си живот. Церквата не существует. Кто меня может обличить? Все в грехах. Няма святых хора. Истината не существует. И все. Это конец. И такова человека обличать невозможно. И подобен човек няма как да го обличите. Слава Богу, че у нас есть церковь. И наоборот, я даже так скажу, что не является церковью. И даже, ще кажу, образното, кое не се явява церковь. Вы можете сегодня, это не в осуждение, это констатация факта. Не го казвам като осуждение, казвам го като констатация на факта. Сегодня, к сожалению, такое движение возникает. Днес, к сожалению, возниква едно движение. Когда та или иная церковь. Благославляет хомосексуальни связи, браки. И это считается нормальным. И това се смята за нормальным. Как вы думаете, это нормально вообще? Как си мислите, нормално ли е? Или очень много церквей, которые покриват грех. Или много церквей, които покриват греха. Делайте, что хотите. Проверьте, какво-то сискате. Потому что пастор уже давно спился, или на наркотиках. Что-то пастор тут давное пропил, или наркотицы. В группе прославления одни гомосексуалисты собрались. В прославлении то се собирают самого гомосексуалиста. И поэтому и мы, оставшиеся, можем делать все, что захотим. И за това ние останалите можем да си правим какво-то си искаме. Что это церковь? Това церква ли е? Я не могу назвать это собрание церкови. Аз не могу да нарека това собрание церква. Что отличает истинная церковь? Кое отличава истинската церква? Святост. Святост. Чистотата и праведност. Саблюдение заповеди Божих. Саблюдението на заповедите. То, что эти христиане верят в истину. Че тези христиане верят в истината. Регулярно читат Евангелието. И для них Евангелието е эталон. И не только читают, но принимают, слушают и исполняют. Не само го читат, обаче го приемат и го исполняват. Такая церковь, живая церковь. Подобна церква е жива церква. Она настоящая. Тя е истинская. Еще одно маленькое откровение. И още малко откровение. Което получих буквально тази седмица, след недельното служение. И я Натали сразу же сказал. И веднага казах на Наталия. Пришло такое место, которое говорит, суд начинается с Дома Божьего. Дойдемте на мое место, в което се говорит, че съдът се започва от Божия дом. Если помните, я читал книгу притчи 29 глава. И ако се вспомните, аз ви четох притчи 29 глава. Где очень четко написано о том, что тот, кто ожесточает выю свою. Което пишет много ясно, че този, който ожесточава, закрабява врата си. И не принимает обличение. И не приема обличението. Тот будет поражен. Ще поразен. Очень быстро. Много бързо. Неожиданно. Неочаквано. И не будет ему исцеление. И няма да има исцеление. И тогда пришло как продолжение от его откровения этого места. О том, что как важно принимать Слово Божие и обличатся, принимать обличение от Господа. Потому что в момент, когда я принимаю Слово. В момент, когато аз приемам Словото. Таким, какво оно есть. Такого, какво то е. Слушай его и исполняю. Бог, Он меня в этот момент исправляет, меняет. Он силен сделает меня лучше. И в этот же момент он меня исцеляет. Царь Давид визуал, что суды Твои, Боже, для меня благи. Он искал судов Божих. Потому что Божьи суды, они всегда благи и милостивы. И вы знаете, и тут пришло продолжение вот этого откровения, что суд начинается с Дома Божьего. И тут не просто, я просто, знаете, так это в духе услышал. Суд только начинается. Суд само започва. С Дома Божьего. Вы понимаете, в чем я? Суд начинается с Дома Божьего, с Церкви. И потом уже двигается на этот мир. И если мы не принимаем обличение от Бога. И ако мы не принимаем обличение от Бога. Суд останавливается на нас и не идет в этот мир. В первом послании Коринфина, вы можете прочитать в пятой главе. И в первом послании Коринфина, в пятой главе, вы можете прочитать. Последних стихах. Последните стихове. Написано, что мы, Церковь Божия. Пишет, что мы, Божьица Церковь, судим внутренних. Мы судим внутренних. Ние осуждим внутренних. Что значит судим? Какво значит судим? Вразумляем, наставляем, обличаем, предупреждаем. Так и написано. Че ги вразумяваме, предупреждаваме ги, обличаваме ги. Така пише. А Бог же судит внешних. А Господь судит внутренних. И тоже там дается такая очень четкая связка. И там има една много ясна връзка. Если мы судим внутренних, то Бог судит внешних. Аллилуйя. Кто-то тоже задал такой вопрос. А кто мы такие, чтобы судить вообще кого-то? Ну так написано. Мы Церковь Божия. И мы призваны исправлять, наставлять, обличать. И мы призваны, да исправиме, да обличавиме. Несколько мест написано, где написано. Исправляйте, обличайте, наставляйте. Да наставиме. И все писание написано. Богу вдохновенно и полезно. Для чего? И в целом писании пишет, что писаниетое Богу вдохновенно и полезно. Для наставления, для исправления, для обличения. Аминь или не аминь. Писание нас исправляет. Полезно и точно за то, да исправиме, да помогаеме. это исправление, оно нас исцеляет. Освещает. Делает нас праведными людьми. И опять же скажу, что суд Божий, он благой. Это не значит, что мы сейчас на кого-то набросимся и начнем его всячески судить или осуждать. Божий суд, он и заключается в том, что Бог, кого любит, того обличает и наказывает. И делает оно это очень нежно, с большой любовью. Любовью и ради любви. Вы знаете, на самом деле, когда это все в любви делается, это не обидно вообще. Сколько раз Бог обличал меня лично? Никогда не было это чем-то оскорбительно. Было, когда я бодался, сопротивлялся к Богу. Беше, когда я все-таки смирялся. Обаче, когда я все-таки смирялся, то потом мне было очень хорошо. Скажи, слава Богу. Есть сегодня у кого-то желание покаяться перед Богом? Хочу, давно не задала такой вопрос. Няколько от вас имали желание туда се покаять перед Богом? Удавно не задала този вопрос. Каких-то скрытых делах, някаких искритых делах, о которых никто не знает, за които никой не знает, но о которых Бог знает. За които, обаче, Господь знает. Покаяться перед Богом. Да се покаяме пред Господ. И позволить Богу исцелить твое сердце. И да позволим на Бога да исцелим нашето сердце. Да те очисти и да те освободи. Давайте мы склоним наши сердца. Нека преклоним нашите сердца. И произнесем вместе эту молитву. И произнесем заедно тази молитва. Боже, прости меня ради Сына Своего Иисуса Христа. За всички теми грехове, которые я сделал сознательно или несознательно, умышленно или неумышленно. И шепотом назовите этот грех. Исповедайте этот грех. Исповедайте этот грех. Спасибо тебе, Господь. Благодарим ти, Господи. Что в момент исповедания. Че в момента на исповед. Кровь Иисус Христа. Кръвта на Иисус Христос. Ащистила меня от всякого греха. Ме пречиства от всякий един грех. Асветила меня. Ме освети. И садила меня праведным человеком. И ме направи праведен човек. Как ты когда-то сказал той блудница, которая была схвачена. Както ти някога си казвал на онази блудница, която е била хваната. И която са искали да избият с камени. И ты сказал ей, иди и впред, не греши больше. Ти си ей казал върви и не греши повече. Помоги так же и мне больше не грешите. Помогни и на мен по този начин да не греша повече. Да, мне непрестанно пользуются силой Святого Духа. Помогни мне непрестанно да используем силата на Святия Дух. Потому что Слово Божие говорит. Защото Божието Слово казва. Что при всяком изкушении. Че при всяко едно изкушение. Бог даст и силу. Бог ще ви даде и сила. Святого Духа. На Святия Дух. Чтобы можно было превозмочь. За да можем да го превозмогнем. И открывайте свои желания пред Богом. И утваряйте желания эти си пред Бога. И мир Божий, который превыше всякого ума. И Божий мир, който по-висок от всякий един ум. Он устроит помышления наши. То еще устроит наши мысли. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. Спасибо тебе, дорогой Господь. Благодарим тебе, скапый Иисус Христос. За то, что Ты мой личный путь. За то, что Ты моя личная истина. За то, что Ты моя личная истина. истинно, и за то, что ты моя личная жизнь, и не просто жизнь, и не само живот, а жизнь вечная, а вечен живот. Спасибо тебе, Господь, благодарим тебя за это служение, и мы вместе молились в молитву и согласие, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и во имя нашего Господа Иисус Христос, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь, будьте благословены, слава нашему Господу, слава наше Господь.